Привет! У нас сегодня особенный выпуск. Это путешествие будет не географическим. Мы решили показать вам не места, а ярких, умных и талантливых детей, которые живут в нашей стране и которые уже добились определенных успехов. Изначально мы думали, что этот выпуск для тех, кому еще нет 18 лет. Для ребят, которые не видят ориентира среди окружающих. Но в процессе монтажа мы поняли, он обязателен к просмотру всем взрослым и серьезным. Поверьте, нам есть чему поучиться у поколения Z. Полетели! Канал, инстаграм. Где мы и когда вообще гуляли на дне рождения у Мирона? У них автопарк 200 машин. Я задумывалась, а зачем? Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Мирон, привет. Здравствуйте. Ты настоящий артист, можно сказать, даже звезда. Ты был на шоу «Голос». Давай начнем с того, как ты попал в Москву на шоу «Голос». Я прошел кастинг и поэтому попал в Москву. А кастинг был в Челябинске? Кастинг был в Москве. Мы залетали, потом обратно в Челябинск. Пролетали, готовились и потом полетели и увидели. Ты хотел попасть в чью команду? Я очень хотел попасть в команду Валерия Меландзе и попал туда. Да? Ну и как? Вы прям встречались лично, да? Что-то репетировали? Да, но мы с ним встречались только, когда была генеральная репетиция. Так-то она с нами и занималась в «Убратках» среди Меландзе. Всем привет, друзья. У меня в гостях семья, замечательная семья Кубышкиных. Василиса, передай всем привет. Привет, молодец. Вместе с нами Миша Марвин, артист Web Blackstar. Всем привет, друзья. Всем привет. Ты фотографируешься со звездами, ты ведешь свой блог про звезд. Можно ли тебя назвать коллекционером фото со звездами? Я же не просто с ними фотографируюсь, я знакомлюсь, интересуюсь. Мне нравится общаться с людьми, поэтому я не подбегаю лишь бы сфотографироваться. Для меня гораздо важнее знакомство, общение. А вот какой концепт твоего YouTube канала? Для чего ты общаешься со звездами? Цель – пообщаться, посмотреть на их мировоззрение. Звезда – это же в первую очередь человек, который чего-то добился, но он известный. Мне было и не то, что было, мне сейчас интересно с ними пообщаться, как они всего добились, их талант узнать, цель вообще, как они к этому пришли. Я беру интервью, тоже общаюсь. Адам, вчера я точно узнала, что ты раньше играл в любительском школьном театре. А сейчас тебе больше интересен киберспорт. Скажи, почему? Ну, в игру конкретно, в которую я играю, Dota 2, она очень стратегически задействует мозг. И мне нравятся игры, в которых нужно думать и что-то предпринимать. Мне нравится думать, что-то придумать, какие-то выходы из разных ситуаций. Это интересно и развивает. Ты считаешь, что это как-то может пригодиться тебе в жизни, вот такая стратегия в игре? Я считаю, да. Иногда стратегия в игре может отражать какие-то реальные ситуации для меня и помогает мне как-то даже обдумать что-то в моей жизни, пока играю. Ты уже ощутил такой напряг поколений. Тебе уже говорили, что что ты сидишь, играешь за своим компьютером, иди уже мяч погоняй. Да, часто говорят, дома сидишь, выходи там погуляй с ребятами. Но ты балансируешь или все-таки, вот вообще говорят же виртуальный мир, ты в него окунаешься, уходишь, и как бы очень тяжело выйти в реальность? Или у тебя получается все так сбалансировать в твоем рабочем дне, в графике, что все, ты успеваешь? Это скорее от человека зависит. Мне довольно трудно просидеть за компьютерным столом вот весь день. Там у меня 5 часов, это мне уже плохо. Мне хочется выйти на улицу, походить как-то. При удобной возможности я всегда зову друзей, и мы гуляем отлично с этим. Вот ты упомянул сейчас, что игра Dota 2 тебя учит. А можешь поконкретнее рассказать, чему она еще учит, кроме как планировать что-то? Наверное, взаимодействую с людьми. Игра командная, пятеро человек против пятерых. И бывают ситуации, что напарник твой не готов, не может, разочарован в чем-то. И тут уже идет какая-то психология с человеком, надо общаться, надо его подбадривать, успокаивать. Ребята, браво! Мирон, ты молодец, очень круто! Похлоп Василиса, вы дуэтом что-то играли? Для меня мой сын Седас был с детства самым лучшим, самым солнечным, самым любимым ребенком. Хотя у меня их трое, они у меня все любимые. Наверное, для каждой мамы и для каждого папы свой ребенок – это лучик солнышка, частичка себя, для которой ты хочешь сделать все в этой жизни. Мирошка очень много трудится, и я за это очень благодарна. Вместе с ним мне жить очень интересно и очень весело, вместе с ним я развиваюсь. И теперь даже мы на такой стадии находимся, когда я, наверное, благодарна ему за все, за все моменты, с которыми в жизни мне приходится сталкиваться, вместе с ним учиться чему-то новому, постигать новые вершины. Ты вообще в библиотеке часто бываешь? Был один раз в публичной библиотеке, да и тут он пел. Поэтому я первый раз в библиотеке. Ты скажи, пожалуйста, ты в какой школе учишься? В центральной музыкальной школе Промосковской государственной консерватории. Ух, ничего себе! Это там прям и предметы учат, и музыки, и обычные школьные предметы тоже там есть. Да. Какой любимый предмет у тебя в школе? В слушании музыки. А вот именно такие вот общеобразовательные предметы тебя не интересуют? Ну, из образовательных окружающих. Алло, Василиса! Алло! Алло, алло! Здравствуйте! Алло, алло! Сейчас беру звоню! Алло, алло! Здравствуйте! Раньше я играла на блокфлейте, потому что это подготовка к моему настоящему инструменту. Сейчас я играю на гобои. На гобои? Так интересно! А на фортепиано играю, потому что общее фортепиано должно быть. Общее, да. Но это в музыкальной школе, да, обязательно общее фортепиано. А есть какой-то следующий инструмент после гобои? Ну, вообще, есть. Он капельку подлиннее даже. А как он называется? Английский рожок. Английский рожок. Круто! Очень интересно. Сколько нового тебе узнаем, Мирон? Это пять композиторов, которые жили в одном веке. Это как раз Римский, Корсаков, Мусоргский, Балакирев, Кюи и… Как его зовут-то? Бородин. Бородин. Николай Андреевич. Я просто, Мирон, благодаря тебе я просвещаюсь. Где мы сейчас находимся? Мы находимся в ресторане «Семь пятниц». Собственно, все это ресторан. Рестобар его кто-то называет. Ну, то есть, так получилось в нашей семье, что Лиза практически с детства выросла в ресторане. Мама поехала ее рожать, отдавая блюда на кухне. И сказала о том, что, Стас, по-моему, я рожаю. Я говорю, подожди, Марин, блюда отдашь? Говорю, а потом поедем рожать. И Лиза с маленького возраста практически находилась в ресторане. То есть, ее пеленали на этом столе, в кабинете стояла кроватка, кроватка. И когда подошел возраст, то есть, мы привели ее в садик, нас на второй или на третий день позвала воспитательница и сказала о том, что, ну, я думаю, что вам, вашего ребенка, не стоит садик водить, поскольку она уже все знает и умеет. И первым делом она пошла на пищеблог в столовую рассказывать, добавляет ли пармезан в пасту, которую вы даете. И мы забрали. То есть, она выросла здесь среди взрослых и была таким ребенком коммуникабельным, всегда могла находить общий язык с гостями. И если раньше знали, к примеру, меня, и приходя куда-то, говорили, Стас, 7 пятниц, то теперь, наверное, лицом заведения стала Лиза, 7 пятниц. Чем он так уникален, примечателен? Ну, это, наверное, нужно спросить у гостей в первую очередь. Я-то все равно не могу наблюдать со стороны гостя. Я все равно наблюдаю, как варю здесь. Давай не скромничай. Что такого крутого? Зачем прям все должны сюда прийти? Мне кажется, здесь много таких интересных моментов. Кого-то задевает интерьер, кого-то в первую очередь все равно кухня. И я все-таки считаю, что здесь самая лучшая кухня в городе. Интересные такие, я не знаю даже, как назвать, стены. Верх ногами тут приклеены разные предметы. И получается, ну вот в каждом этом квадратике определенная сценка. У меня был стресс, мне кажется, несколько недель, когда этот зал создавался. Я еще была маленькая. У меня был детский ослик. И вот забрали почему-то именно моего, а я на нем любила прыгать. И я говорю, почему вы не можете купить другого в магазине? Ну вот, понравился так. У меня папа этим занимался, понравился ему именно мой. И вот я все еще ему говорю, ты моего осла забрала. Лиза, я обратила внимание, что у вас есть вот такие полочки, где много-много коров. Расскажи, откуда они здесь? У меня папа собирает коров, он очень любит коров, быков. И как-то просто ему подарили, у него появилось желание их собирать. Вот такая коллекция у нас еще дома есть. Недавно он участвовал в какой-то конкурсе в каком-то. Он купил корову от... Настоящую? Нет, нет. Он купил корову, у которой главный модельер Филиппа Киркорова. Ого! Вот, но она у нас дома, она очень большая. Вот тут тоже есть. Ну, в общем, папа у меня любит коров. На нем можно покачаться. Да! И самое интересное то, что когда на это его не качаешься, она не останавливается. Ты говорил, что ты участвуешь в театральных постановках. Расскажи про свои роли. Какие тебе довелось сыграть? Ну, самая первая моя роль была, когда я учился в школе Константина Хабенского, у нас в Челябинске. Ходил туда месяц, и у нас было задание написать сочинение про что-то, про что-либо. Я написал про своего папу сочинение, рассказал его и мастеру по сценической речи. Это был предмет. Очень понравилось мое сочинение. И в тот момент как раз была подготовка к спектаклю, который назывался «Папа». Про него сочинение как раз написал. И отнесли к куратору спектакля мое сочинение. Ему тоже понравилось. И вот так случилось, что меня взяли. Моя роль была... Я сидел в зале, как обычный мальчик. И в какой-то момент мне надо было... Ну, то есть спектакль строился на том, что все рассказывают историю и как-то соединяют это повествование в одно. И я в конце, уже ближе к концу вставал и говорил, подождите, я тоже хочу рассказать свою историю. Моя история была самая трогательная, и я выходил. Все затемнялось, и я рассказывал историю о своем папе. После чего подтягивались еще люди, говорили, я тоже, я тоже. И начинался флешмоб, после которого все выходили на поклон. А флешмоб о чем? Флешмоб тоже. Все говорили фразу. Не помню какую, вроде «Папа, я люблю тебя» или какую-то такую. Какой трогательный спектакль. Да. Для меня Адам – это удивительный мальчик. Это человек, который пришел в этот мир не зря. Человек с богатым и очень глубоким внутренним миром, со своими взглядами на жизнь с самого рождения. Тонко чувствующий, понимающий. Ну и, конечно же, сеющий в мир огромную любовь. Для этого не нужен возраст, не нужны регалии, квалификации, стаж, статус и опыт. Он классный. У тебя часто бывает такое, что ты играешь на сцене, и у тебя идут мурашки? Постоянно. Ну и для этого я играю на сцене. То есть мне нравится это чувство, что вот репетиции, репетиции, там долго все. Иногда наскучивает, ну потому что одно и то же повторять. Хотя я считаю, да я молодец, я уже все знаю, все отлично. Но каждый раз все по-другому, и это тоже придает интерес. А на сцене там уже за час до спектакля, или когда партнеры играют, и тебе выходить через минуту. Это мурашки, мандраж, беготня туда-сюда постоянная. Хабинского видел? Да, он как раз приезжал на этот спектакль. Вот там я с ним, ну, грубо говоря, и познакомился, и играл на одной сцене, можно сказать. Слушай, ну он тоже ведь очень интересный человек. Насколько я знаю, он огромную часть своих гонораров отправляет благотворительность в свой фонд. Ты знаешь, наверное, да, его жизнь, ну такой жизненный путь. Вот, поэтому для меня он тоже герой нашего времени, я думаю, да. Ну, для меня он профессиональный объект подражания, наверное. Ну, потому что как только он пришел, вот, сразу переоделся, резко заходит, со всеми здоровается, и все берет, ну вот, свои рукавицы, наверное. То есть все захватывает и максимально профессионально работает. Говорит, кому куда встать, все корректирует. Сам куда-то, ну, тоже свою историю поставил грамотно. И, ну, он дополнил спектакль очень в короткие сроки, в тот же день, очень быстро все сделал. То есть он авторитет, его беспрекословно все слушали? Авторитет, естественно, профессионал, все отлично сделал. Вот, он крутой. Класс. Лиза, насколько я знаю, некоторые позиции в меню ты придумала сама. Да, несколько. Вот давай поподробнее. Я очень люблю морепродукты, и в зимнее меню добавили мою пасту. Я просто дома как-то ее решила приготовить, и она мне понравилась, я ее решила проработать здесь. И вот это паста, паста с морепродуктами на рыбном бульоне. Василиса. Василиса. Какая вкуснота. Лисочка, давай похлопаем шеф-повару. Ну, это не только я, это еще под чутким руководством и помощью нашего замечательного повара Алексея. А вот мы с Василисой подглядываем. Нам очень интересно, как будет выглядеть наша паста. Я расскажу все такими максимально простыми словами. Мы чистим креветки, жарим их, добавляем сливки, немножко белого вина для вкуса, он потом выпаривается. Отвариваем макароны, добавляем все это томим, выкладываем и добавляем пармезан. Я чувствую, Лиза, твою любовь и твое желание, чтобы нам понравилось. Я очень люблю готовить, мне это передалось от мамы и мне нравится этим заниматься. У меня всегда дома все наготовлено, ко мне с удовольствием приходят друзья и просто звонят и говорят, Лиз, есть еда? Я говорю, есть. Теперь понятно, почему у тебя так много друзей. Есть у меня мечта где-то открыть свой ресторан. А может быть развивать этот, почему нет? Ты просто так сказала, где-нибудь не в России в смысле? Да, вот хотелось бы где-то за рубежом. Может когда-нибудь, когда я вырос, то у меня будет семья, тоже будут дети и мы откроем свой большой семейный ресторан. Мне кажется это прикольно, визуализировать можно и может когда-то это сбудется. Мирон, я знаю, что у тебя грядет очень серьезное мероприятие, премия Андрюша. Расскажи нам поподробнее, что ты там будешь делать? Ну, в первый день я буду петь, а на второй день я буду вести премию Андрюша с Александром Олешко. Вызывай. Подожди, поступки улучшают настроение, ты следи за текстом. Александр. Отдевочка идет. Пам-пам-пам. Начинаем второе отделение. Отдевать церковь Андрюша. Оп-па-пам! Оп-па-пам! Впускай! Оп-па-пам! Оп-па-пам! Впускай! Три-пускай! Оп-па-пам, Он Окスарской. Име-е-е? Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, здравствуйте, родные зрители, гости! Я рад видеть вас в этом зале! Знаете, я нафантазировал себе, как стою в свой день рождения на сцене огромного театра. Веду концерт с заслуженным артистом России. А без зала мне аплодируют! Дорогие друзья, Мирон нафантазировал это не просто так. У него сегодня день рождения, представляете? Мирону исполняется 8 лет! Я тебя от всей души поздравляю! Я думаю, что такой день рождения запомнится на всю жизнь! Ну что, я хочу вам сказать, что у меня самые прекрасные чувства от встречи с Мироном, потому что у него осознанность абсолютно не детская, а уже профессиональная. И он задает, например, интересные вопросы за кулисами. Будем ли мы шутить по этому поводу, когда он видит и слышит что-то, происходящее на сцене? Это значит, что он не просто выучил текст, а он является внимательным, в этом смысле абсолютно стопроцентным соведущим большого концерта, большого праздника, и он в это дело включен, он смотрит номера, он тебя слышит, видит, осознает. Для ребенка это вообще-то редкость, поэтому я желаю ему этой осознанности и дальше. Какое большое путешествие ты запланировал на ближайшее лето? А вот как раз от этой премии в Суздаль можно поехать, в лагерь. Это вот такой подарок, да, дают организаторы в Суздале? Можно тоже заниматься, троугольческая школа. Это все лето ты будешь там? Нет, в начале лета я буду у бабушки в деревне. Классно. А ты любишь бабушки в деревне бывать? Конечно. А что тебе там больше всего нравится? С вышки прыгать в воду. С вышки прыгать в воду. Ты знаешь, у меня никогда не было в деревне, но я когда думаю о деревне бабушки, у меня сразу представляется коровка, которая кушает вот эту вот травку. У вас коровы есть в деревне? Нет. Нет? А, ну есть, но я их не видел. Ну ты, у тебя своя цель, ты едешь прыгать с вышки, все, поняла? Да, это просто вокупаться. Одно из твоих увлечений это путешествие. Вот скажи свой топ-3 городов, которые вот обязательны для путешествия. Интересный вопрос, кстати, я сама постоянно его себе задаю периодически. Когда особенно новые места посещаю, думаю, какой же мой любимый город, какой же мой любимый город. Такого все-таки нет. Каждый город, он по-своему особенный, по-своему интересный. И, ну, наверное, мой фаворит, да, это город Барселона. Сто процентов я очень люблю Барселону. Не потому что у меня там живет одна часть моей семьи, а потому что действительно город очень меня заинтересовал. Понравилось мне очень в Амстердаме. Он такой очень интересный город со своим менталитетом. Не то, что город, а страна Голландия. Вот. И, наверное, Санкт-Петербург. Скажи, в других странах как относятся вообще к людям с особенностями? Как часто ты их видела на улице? Вот есть какие-то воспоминания? Да, страна есть везде, и я все равно считаю, как бы это грустно не было, в Европе и за рубежом все равно более уважительно относятся. И, мне кажется, больше пандусов тоже тех же делать. Это же действительно нужно. И вернемся, вот сейчас обсуждали моего дедушку, вот у него как раз-таки свой музей, он, например, тоже сделал пандус. За пять лет им никто не воспользовался, но, тем не менее, он проявил уважение к особенным людям. Мне кажется, все равно в Европе это как-то больше воспринимается. Менталитет другой у людей. Мне кажется, более добрый. Не знаю, но менталитет другой. То есть там, в принципе, вот там, ты говоришь, в Европе спокойно можно увидеть, что человек там, да, на коляске пришел там в музей, в ресторан, да. А почему у нас, как бы, от чего тогда это зависит все-таки? Я просто не знаю, это если надо размышлять, да. Давай так. Потому что я, видите, же с этим никогда не сталкивалась, вот. Но если она понаблюдает со стороны, там большие государства, мне кажется, их поддерживают, да. Ну, наверное, не знаю. А вот, Лиза, смотри, как вообще твое отношение, в принципе, к людям с особенностями? Ну, все люди. Просто у кого-то такая история в жизни, у кого-то вот такая. Я не считаю их даже, мне кажется, особенной. Они же такие, как мы, и ничем не хуже. Я очень хорошо отношусь, и надеюсь, что у всех все будет хорошо, и чтобы было меньше таких людей. Василиса, как ты уже заметил, у нас девочка особенная. Она не ходит, она может только сидеть. Скажи, киберспорт, на твой взгляд, это выход для маломобильных людей? Я думаю, да. Я думаю, да, вполне. То есть для маломобильных людей киберспорт – отличное занятие, которое может помогать развивать другие вещи, такие, как логика, стратегия, и это весело. Сейчас вообще в мире профессий много, которые связаны с компьютером. А хотел бы ты себя проявить в роли разработчика, создателя, саунд-дизайнера, или ты больше все-таки человек азартный? Я пытался в каком-то из этих сфер развиваться, пытался программировать. Я даже занимался самой такой нишей, базовой программой для разработки. Scratch называется. Это такая более детская версия. Я туда ходил месяца-два. Ну и умею в ней программировать. Мультики делают в этой программе. Вот на видеохостингах есть много. Но меня это как-то не зацепило, потом уже стало надоедать. Пару проектов сделал, и они там лежат, пылятся. Скажи, пожалуйста, у вас в школе есть особенные детки? Особенные, ну, я имею в виду именно, как вот наша Василисочка, на коляске. А, нет. Или, может быть, и по-другому какие-то? В нашем классе нет. В вашем классе нет. А вообще в школе? Я не веду. А вообще ты когда-нибудь видел детей на колясках? Я сейчас только на улице. На улице, да. Вот скажи, пожалуйста, Мирон, давай представим, что в твоем классе вдруг начала учиться такая же девочка, как наша Василиса. Как думаешь, как нужно к ней относиться? По-доброму, помогать ей. В моей школе есть лифт. И дают ключи другому педагогу и орфисту, потому что арф тяжелый. И невозможно по лестникам тащить. А если бы еще шестого. Если бы Василиса училась в школе, она бы ехала на лифте. И тебя бы катала. Наверное. Наверняка все игроки, команды стремятся попасть в турнир The International, где призовой фонд больше полутора миллионов долларов. Ты хотел бы с командой поучаствовать? Конечно, это мечта каждого. Ну, вот игрока в доту и в любую другую дисциплину на крупные турниры попасть. Так. А сейчас вы уже что-то зарабатываете на своих турнирах? Вы просто пока что набираетесь опыта. Самый большой приз был 10 долларов. Мы онлайн-турнир выиграли. Ну, неплохое начало. Курс растет. Я думаю, что вы обязательно сорвете хороший куш. В мире много детей, жизнь которых зависит от денег. Вот, например, наша Василиса получила спасительный препарат, стоимость которого 2,5 миллиона долларов. Скажи, ты задумывался о благотворительности? Какое у тебя отношение к благотворительности? Мне очень нравится, импонирует благотворительность. И если у меня будет высокий достаток в будущем, то я благотворительности буду очень большую часть своего бюджета уделять. Ты готов к тому, что помогать детям? Ты действительно видишь, что они нуждаются, да? Да. Я когда вижу, ну вот, смотрю всякие видеоролики, где рассказываются о людях богатых, что там у них автопарк, 200 машин. Я задумывался, а зачем? Ну, то есть, ты катаешься на одной, и все. А эти остальные 200 машин могут быть деньгами для маломобильных людей, для людей с какими-то ограничениями в развитии, в мышлении. Ну, и эти деньги могут им очень хорошо помочь. Один из участников был Данил Плужников. Это мальчик, он тоже особенный. Какие у тебя были впечатления, когда ты на него смотрел, слушал? Не знаю, обычный. Ты знаешь, Мирон, вот ты говоришь вроде обычные вещи, но для меня, как для мамы особенного ребенка, это самое важное, что ты говоришь обычный. Сегодня ты увидел ребенка на коляске. Скажи, какие у тебя эмоции, когда ты видишь людей на колясках? У меня эмоции не сильно такие яркие, потому что для меня человек – это человек. Я, скорее, удивляюсь, когда человек как-то бурно реагирует на маломобильных людей или на каких-то людей на костылях. Ну, то есть, это же тот же человек. И, ну, как бы, морально такое же отношение. Ну, то есть, человек – человек. Физически, возможно, другое. Там, помочь хочется, подвести как-то. То есть, какой-то жалостью тебя не вызывают такие люди, да? Или какое у тебя чувство больше в тебе? Ну, жалости я не знаю. Мне скорее, ну, наверное, не знаю, как чувство называется, но мне приятно наблюдать за человеком, что человек вот не теряет себя, ну, то есть, держится, борется, наверное, вот. А жалость, ну, не знаю, не хочется испытывать жалость. Лиза, ты, на самом деле, я так поняла, что ты свободно говоришь о том, что твоей мамы нет уже три года с тобой рядом. Да, было вот два дня назад. Тогда, да, два дня назад, я помню, что 20-го числа у вас день памяти твоей мамы. И папин день рождения. И папин день рождения, да. Скажи, пожалуйста, какой след оставила мама в твоем творчестве? Вот ты сейчас и повар, да, кулинар. Это от мамы передалось. И блогер. Что ты вот именно взяла от мамы в этом во всем? Я взяла ее характер 100%. Упорство ее. У нее всегда вот тоже был внутренний стержень. Я тоже думаю, что он у меня появляется все больше и больше с каждым годом. Я горжусь тем, что мама мне это передала. Я считаю, что все равно у каждого человека должен быть свой внутренний стержень, который помогает ему идти к своей цели. Тебя пугают предстоящими экзаменами? Вот у нас сейчас самое сложное, что есть, это всероссийские проверочные работы. В этом году за них оценки не выставлялись, и отношение к ним было такое спокойное. Мы писали всем классам все работы, и у нас был один проверяющий почти на всех работах в классе. И там она сидит, что-то у себя перебирает на столе, пишет. Ну и поэтому все просто списали работы. В том числе и я. Ну здесь есть возможность, почему не воспользоваться, правильно? А насчет будущих ОГЭ и ЕГЭ? Застать бы их попытаться, а то ходят новости, что ЕГЭ уберут. Ты знаешь, эти новости ходили еще, когда я была школьником. Поэтому я думаю, что их не уберут. Но все-таки, знаешь, некоторые просто очень сильно трясутся. И вот какой бы ты мог бы дать совет вообще будущим ребятам, которые будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ? Какое твое чувство на этот счет вообще? Ну, потратить время, которое не тратить на то, чтобы волноваться на подготовку. Просто выучить, зазубрить и все, и просто написать. Хорошо. А если вот представить так, что вдруг ты вот не получишься сдать. Не ты. Вообще вот если у кого-то не получается сдать. Что делать? Как себя вести? Морально что настроить? О чем поговорить самим собой? Ну, начнем для того, что это не показатель жизни. Это тест. И, ну, не стоит после неудачного ЕГЭ там ставить крест на себе. Всегда можно, во-первых, пересдать. Во-вторых, жизнь на этом не заканчивается. Ну, и мне кажется, когда вот мне друзья мои старшие говорят, что там ЕГЭ, боюсь, плохо сдал. Я им говорю, что, скорее всего, работодатель будет смотреть не на твое ЕГЭ, а на то там, что у тебя в голове. Если там не пусто, то тебя как бы возьмут, примут. Совершенно правильно. Ты уже придумал, куда будешь поступать. Да, я планирую поступать в, ну, Москва или Петербург, в город на актерские какие-нибудь вузы. О, это еще очень здорово. Да, а почему Челябинск не рассматриваешь? Ну, Москва, Питер, там более престижные к этой профессии места. Ну, если не поступлю, то в Челябинск. Запасной вариант. Привет всем. Так, немножко ветрено. Давайте я тоже, наверное, сниму в машине. Расскажу пару слов про Адама. Знаю я его лет с пяти-шести. И он всегда был и казался мне очень уникальным и незаурядным ребенком. Я думаю, до сих пор таковым и остается. И какую бы сферу деятельности он не выбрал, чем бы не стал заниматься, я думаю, у него будет очень насыщенно, интересное и обязательно успешное будущее. Для этого ему нужен только город побольше, чем Челябинск. Поэтому мы в этом году решили съездить в Москву, попробовать его в кино, поучаствовать в кастингах. Если Москвы покажется мало, я думаю, мы найдем что-нибудь поинтереснее, какой-нибудь Голливуд. Ну и не забывай, Адам, вот тут написано, если нужна будет помощь, обращайся. Ну, я надеюсь, что у тебя, Адам, все получится, все твои планы сбудутся. Мне было с тобой очень интересно общаться, поэтому ты красавчик. Спасибо. Итак, Лиза, мы взяли такую идею на себя, может быть, даже ответственность в какой-то степени, дарить всем гостям книги. Мы сами очень любим читать. Я тоже очень люблю читать. О, видишь, как совпало. Да, но мы с тобой, я, честно говоря, с тобой общалась, да, так немножечко уже узнала, что у тебя есть, чего у тебя нет, и этой книги у тебя точно нет. Но я хочу сказать тебе, Лиза, это книжка на вырост. Вот, но, наверное, если бы мне вот в твоем возрасте подарили эту книгу, вот 100% моя жизнь сложилась бы совсем иначе. Точно тебе говорю, какой-то другой был бы у меня характер и взгляды на жизнь. Вот книжка на самом деле магическая, честно. Даже мы уже, у нас был выпуск с Арсеном Карпетяном, даже он про эту книжку говорил. Я смотрела выпуск, очень интересный, я с Арсеном тоже лично знакома. Да, книга называется «Сила под сознанием». Да, Джо Диспенза, достаточно нашумевшая известная книга, вот, непростая, не для 17-летней девчонки. Ну, слушай, я тебе вообще дала бы больше, ты очень умная и мудрая девчонка, вот, и поэтому я тебе взяла ее, может быть, на вырост, но если ты начнешь ее читать и вдруг не зайдет, через какое-то время начни ее читать, потому что я тебе говорю, она перевернет твое сознание. Спасибо вам большое, очень приятно, благодарю сердечно, прям, я почитаю и вам напишу свое впечатление, спасибо. Я тоже, можно скажу пару слов, мне очень приятно искренне пообщаться, познакомиться с вами, с вашей замечательной семьей, и прям, слов не могу подобрать, как я рада этому знакомству, и вам всего самого наилучшего, чтобы все было хорошо, удачи во всем. Спасибо вам еще раз. Алиса, ну ты красавчик. Адам, у нас для тебя тоже есть подарок. Я, конечно, понимаю, что ты парень занятой, что ты в основном играешь, но все-таки мы подобрали для тебя книжку, как раз накануне праздника 9 мая, она так косвенно относится к этой теме, но я думаю, тебе будет интересно, знаешь, почему? Потому что она написана в жанре комикса, представляешь, книжка о войне написана абсолютно в комиксе, вот, вот так вот. Анна Франк, это очень такой, вообще, дневник Анны Франк, это достояние ЮНЕСКО, и по нему вот так вот сочинили книжку, это считается лучшей версией, вот, и мне было бы очень приятно, если ты ее прочитал, но нам показалось, что тебе эта книжка очень подойдет, будет интересно. Я надеюсь, мы не ошиблись. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Мирон, ты знаешь, я хотела еще сказать, что твоя мама нам говорила, что ты интересуешься космосом, и мы знаем, что у тебя день рождения 22-го числа, и ты, как истинный артист, выйдешь на сцену даже в свой день рождения, но мы все-таки поздравим тебя заранее. У нас есть такая вот книжка про космос, вот, и мы думаем, что тебе будет интересно. В общем, с наступающим тебя праздником. Спасибо. С днем рождения. Бум. Этот выпуск преследует три задачи. Первое. Напомнить, что дети – это чистый лист, а взрослые могут разукрасить его в яркие цвета, либо испортить раз и навсегда. Второе. Еще раз доказать, что для того, чтобы добиться успеха, не обязательно родиться в золотых пеленках. И третье. Показать отношение нового поколения к особенным людям. А еще у нас появилась мечта. Мы хотим посмотреть и показать вам другие страны, рассказать, как там обстоят дела. С доступной средой и отношением к особенным людям. Если вам тоже интересно, в описании к этому видео мы прикрепили все необходимые реквизиты для ваших донатов. И заранее вам спасибо. А теперь конкурс. Расскажите о своем увлечении детства и интересную историю, связанную с ним. Чья история покажется нам более интересной, тому мы подарим интересную книгу о детстве великих людей. Дерзайте! Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. « Субтитры создавал DimaTorzok» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok